По статистике, больше половины населения округа – женщины. Нет такой сферы деятельности, где бы дамы не были востребованы. Лидерами по количеству женщин в трудовом коллективе по традиции являются образование, здравоохранение, культура и социальная сфера. Да и на производстве женщины не редкость. Здесь, в передовиках, кондитерская фабрика и ОМК – треть работников – дамы. Как оказалось, староскольские женщины успевают везде – и на работе, и дома. И приятно то, что староскольский городской округ занимает первое место по количеству многодетных семей во всей Белгородской области. Даже больше, чем в городе Белгороде, потому что там население все-таки на 100 тысяч больше. Я хочу в этот прекрасный день, в преддверии такого замечательного праздника, поздравить вас с праздником весны, пожелать здоровья, счастья, красоты. Надо всегда быть вам в такой форме, как вы сегодня готовились. В списках награжденных есть и представительницы холдинговой компании «Промагра», боец Скотара Иса Астафьева, директора скользкого бекона Валентины Никонкова, а также главный редактор радиостанции «Европа плюс» и «Ретро-ФМ Старооскол» Наталья Захарова. Сегодняшняя награда была для меня очень неожиданной, потому что я всю жизнь занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что я считаю нужным, важным, ну и, наверное, все-таки полезным. Ну, когда это кто-то видит и кто-то ценит, это вдвойне приятно, особенно в преддверии самого лучшего весеннего праздника. Не первый раз в сотню лучших женщин оскола попадает директор уникального для города учебного заведения школы номер 19 Елена Иванова. Люблю видеть успех в людях, но как-то стараюсь не замечать особо свои какие-то достижения, успехи. И мне очень приятно, что меня отмечают руководство города, руководство Совета депутатов в этот праздник. Мне, конечно, очень приятно. Но задачи у меня всегда одни, и цели одни, и вдохновляет меня одно. Это дети наши, это, в первую очередь, конечно, мальчишки, которых мы воспитываем. В рамках нашего кадетского корпуса средней школы номер 19. Приятным бонусом к общественной признательности стали тюльпаны и подарочные карты в магазин косметики и парфюмерии. После торжества дамы собрались на концерте местных творческих коллективов «Комсомольцы». Субтитры создавал DimaTorzok